Эмеретинская набережная – популярное место для туристов даже в утренние часы. Солнце и море привлекает сюда и любители активного отдыха. Они бегают, другие берут в прокат велосипеды и катаются вдоль моря, третьи уже спешат получить пусть и апрельский, но все же южный загар. И вот чем мы здесь, на набережной, можем удивить гостей курорта? Обращается с этим вопросом глава города к своим подчиненным. Зеленые зоны хоть и находятся в чистоте, но нет цветочного лоска, нет гармонии на протяжении всей набережной, нет единого зеленого облика. А там, где было дано задание еще в декабре подсадить сосны, ничего не сделано. Сухое, да? Тоже это нормально? Нет? Ну так это ж везде, везде не ухоженность. Замечание к брусчатке, которая в некоторых местах ходит ходуном и к непокрашенным пока еще ограждениям и световым мачтам. Когда мы красить будем это? Но самая главная проблема – это сооружение временных объектов. Их на набережной немало. Хотя предупреждение о том, что здесь ничего строить нельзя, владельцы или арендаторы участков получали. Кто-то уже сооружает настилы, кто-то каркасы под павильоны, в надежде, что и в этом сезоне им удастся подзаработать. Но решение принято твердое. Здесь должны быть детские и спортивные площадки. Торговли в виде неказистых ларьков больше у моря не будет. Страна заложила огромные деньги, чтобы этот уголок нашего города был прекрасным. И, конечно, никто его не позволит каким-то образом испортить. Я на нескольких территориях сделал огромное замечание. Кроме того, дал поручение сейчас и своему заместителю ЕСИКу и начальнику управления земельного контроля о том, чтобы немедленно были снесены те объекты, навесы, которые уродуют облик набережной. Анатолий Пахомов обозначил конкретные сроки. Если одним достаточно снести сооружение за сутки, другим необходимо чуть больше трех дней. Но в любом случае, к 1 мая все замечания будут учтены, и Меретинская набережная должна выглядеть иначе, чем сейчас. Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.